МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что такое туроператор и чем он отличается от турагентства, а также как ярко выделяться на этом рынке, нам расскажет Александр Довгопол, герой сегодняшнего стартапа. Александр Довгопол. Возраст. 30 лет. Закончил Одесский государственный экономический университет. Специальность – финансы, хобби – футбол. В 2008 году открыл туристическое агентство «Хороший отдых». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую. Привет, Саша. Привет, привет, привет. Рад нашей с тобой встрече. Итак, с чего ты начинал? Твоя история. История очень интересная. Мы были студентами пятого, кажется, курса и размышляли примерно так с моими друзьями, что человек, который продает веники, у него должно быть много веников. Человек, который продает гуталин, у него должно быть много гуталина. А человек, который занимается продажей путешествий, соответственно, должен много путешествовать. Мы хотели много путешествовать, поэтому решили открыть турагентство. Компания «Хороший отдых» работает с 2008 года. За это время ее клиентами стали более 8000 человек. Она признана лучшим турагентством Одессы на ежегодном конкурсе профессионалов турбизнеса «Черноморская жемчужина». Первые инвестиции составили 170 гривен. Это была одна стипендия. Я вот как сейчас помню, банкомат, карточка. Мы сняли стипендию вот за ноябрь. Напечатали афиши о том, что организовывается поездка для студентов в Карпаты и каким-то образом удивительным собрали 350 человек. Ну вот после этого это дало, наверное, первую уверенность в том, что да, действительно, туризм – это круто, на этом можно зарабатывать деньги. Мы знаем, что с этим делать дальше. Мы сняли офис очень маленький, 18, по-моему, квадратных метров на улице гимназической. Купили туда стол, стул. Ну и поскольку мы ничего не понимали в том, как вообще это все работает, мы попросили нашу знакомую. Она к тому времени была уже очень опытным, на наш взгляд, специалистом в области туризма. Она работала целых полтора года. И она приходила к нам в обеденный перерыв и продавала путевки каким-то нашим друзьям. Все это продолжалось, наверное, около полугода. А потом уже как-то все это начало быть более системным. То есть там появился первый настоящий сотрудник, потом второй настоящий сотрудник, ну и так далее. Но уже после этого появился загранпаспорт. Ну и все пошло значительно быстрее. То есть не обязательно получать какое-то специализированное образование. Я всегда говорю так, туризм – это не ядерная физика. Тут все достаточно просто. И базируется… Самая главная штука, которой нужно обладать для того, чтобы заниматься туризмом, даже не знание географии, это любовь к людям. Потому что мы работаем с людьми, они все разные, все сложные, но все интересные. И только человек, который любит людей, любит посвящать себя людям, вот он способен добиться туризмом успеха. Чем отличается туроператор от турагентства? На туристическом рынке есть два типа игроков. Туроператоры, как ты правильно сказал, и турагенты. Туроператоры – это такие большие компании, которые непосредственно подписывают договора с гостиницами, с авиакомпаниями, с транспортами, с гидами, экскурсологами и так далее. И вот они из вот этих вот услуг собирают такую коробочку, которая называется тур, ну или в простонародье путевка. Турагенты, в свою очередь, эту путевку или этот тур продают туристам. То есть турагенты – это посредники между туроператорами и клиентами, и туристами. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Очень простая аналогия – это как автомобили. Вот представьте себе, там Toyota, Nissan, Mercedes или BMW – это производители автомобилей, и есть официальные дистрибьюторы, которые их автомобили продают, собственно, уже людям. Вот дистрибьюторы – это турагентство, а туроператоры – это вот такие производители автомобилей. За то, что турагент продает путевку клиенту, туроператор платит турагенту комиссию. Вот на этом, собственно, и зарабатывают турагентства. Как правило, она не превышает 10%. То есть, если, Богдан, ты покупаешь путевку в турагентстве за 1000 долларов в Египет, то турагентство зарабатывает около 100 долларов. С этих денег турагентство платит зарплаты, налоги, аренду. На сегодняшний день в Украине работает около 100 туристических операторов. Многие из них входят во всеукраинскую ассоциацию туристических операторов, а также в международные организации подобного типа. При выборе сотрудничества с компанией обращайте внимание на ее рейтинг в специализированных печатных и электронных изданиях. Старайтесь не соблазняться на хорошие комиссионные и супервыгодные предложения от новичков, так как можно банально попасть на мошенников. Основных туроператоров в Украине их немного. Примерно 8 операторов занимают 95% рынка. TPG, Muzini, Distui, JoinUp, Annex Tour, Pegas. Это компании, которые фактически и формируют украинский туризм. Работайте с большими фирмами. Мелкий туроператор в состоянии сделать хороший тур, но обеспечить разрешение проблем, возникающих в стране пребывания туриста, ему, как правило, бывает нелегко. А вот большие туристические компании легко справляются со сложностями. Вот многие туристы этого не знают, да, а стоит знать. Абсолютно все турагентства страны продают одни и те же путевки, скажем так, купленные вот у этих операторов, по одной и той же цене. И наши договора с туроператорами обязывают турагентство продавать вот ровно по той цене, которую установил туроператор. Поэтому во всех турагентствах цены должны быть одинаковые, и путевки должны быть... А по факту? Но отличаются цены? То есть есть люди, которые втихаря продают путевки подороже? Да, есть такие агентства, которым люди обычно доверяют не очень сильно, они могут делать две вещи. Первое – это продавать дороже, чем требует туроператор. Второй вариант – это они могут продавать дешевле. Вот уступая вот этой вот маленькой комиссии, ну, как бы делая такую скидочку. Демпингуя, да? Демпингуя туристу, да. Но я всегда говорю, что есть только два типа агентств, которые делают скидку. Это те, которые только открылись, и те, которые скоро закрываются. И не нужно быть финансистом для того, чтобы понять, что если у тебя маржинальность 10%, то даже там 5% скидка съедает половину дохода. Соответственно, агентство, которое делает своим туристам там 5% скидки, к сожалению, обречено на скорую скидку. Ну, или, возможно, у них просто очень большие обороты, да. В теории такое может быть, на практике такого нет. То есть, как правило, там, если агентство делает скидку, то это вызвано не тем, что у него очень много клиентов, это просчитанная бизнес-модель, а тем, что он не может конкурировать с ничем другим. И единственное, что приходит, ну, первое, что приходит в ум, на ум, а давайте сделаем дешевле. Вот, поэтому, да, там, скидки существуют, но это первый признак неблагонадежного агентства. При заключении сделки с туроператором детально изучите все юридические вопросы. Нюансов в этом деле очень много. Регламент, устанавливающий взаимоотношения туроператора с турагентством, обширный. Если вам это не под силу сделать самостоятельно, обратитесь к специалисту. Как заключать сотрудничество с туроператором? Очень легко. Операторы, они все открыты. Вот, для того, чтобы открыть турагентство в Украине, не нужно ничего. Фактически барьер отсутствует. Достаточно просто зарегистрировать СПД, связаться с любым из этих операторов. На сайте есть контакты. Заключить договор. Некоторые операторы иногда ставят небольшие ограничения, но, как правило, там этого нет. То есть входной барьер на этот рынок отсутствует. Это вторая группа СПД? Нет, нужна только третья, потому что вторая не может работать с юрлицами на общей системе. Скажи, пожалуйста, ну вот ты говорил о том, что вы все-таки ездите, и очень много ездите по миру, проверяете гостиницы, проверяете зачем? Для того, чтобы быть уверенным в том, что наши клиенты получают именно то, что им необходимо. Ключевая задача турагентства в том, чтобы четко, точно и очень тонко понимать своего клиента и предлагать ему то, что нужно. Представим простой пример. Приходит человек в офис и говорит, здравствуйте, я лечусь с семьей в Турции, у меня есть там особое пожелание. Я хочу, чтобы в отеле была большая зеленая территория, было вкусное питание, обязательно детские стульчики в ресторане, например, еще что-то. Одно дело, когда агентство это изучает по отзывам, фотографиям в интернете, благо информации достаточно много, но все же личные впечатления, они никуда не исчезают. Поэтому, естественно, хорошее турагентство, сотрудники хорошего турагентства просто обязаны путешествовать. И вот мы посещаем несколько сотен отелей в год, иногда тысячи отелей в год в самых популярных странах. Турция, Египет, Эмираты, Шри-Ланка, Таиланд. Но мы ездим туда не с целью заключить договора и подписать какие-то контракты, а для того, чтобы в деталях, в тонкостях узнать о каждом отеле, о каждой экскурсии, о каждом городе, для того, чтобы дать информацию нашим клиентам. А насколько это выгодно, вот эти поездки? Потому что все-таки это же тоже затраты. И перелеты, и проживание, и все остальное. Насколько выгодно агентству заниматься вот такими вещами? Личный опыт, он бесценен, поэтому, да, мы тратим очень много денег, мы тратим очень много времени для того, чтобы ездить, собирать личный опыт и передавать его клиентам. То есть вы уже накопили какую-то базу клиентскую, да, то есть у вас уже есть достаточно большой опыт в этом деле. Как быть начинающим? Вот очень хороший вопрос. Меня часто спрашивают, стоит ли открывать турагентство в Одессе? Я на этот вопрос всегда отвечаю так. Смотрите, значит, есть две категории людей, которые открывают турагентство, которые хотят открыть турагентство. Первые собираются получать прибыль, вторые не собираются получать прибыль. Вот вторых гораздо больше. В Одессе каждое второе турагентство открыто не для того, чтобы получать прибыль, а для того, чтобы, ну, например, дома не сидеть. Мы называем этот типаж, что мы словно любовницы миллионеров. В этом случае я считаю, что это прекрасная альтернатива для человека, который агентство открывает, но ужасная альтернатива для ее клиентов. Задачи привлечения клиентов нет. Есть 10 подружек или 10 друзей, которые с какой-то периодичностью ездят, летают, отдыхают. Большинство одесских турагентств, подчеркиваю, они относятся вот к такому вот типу. Теперь вернемся вот к более интересному для нас варианту. Люди, которые открывают турагентство, относятся к нему как к бизнесу, хотят зарабатывать на этом деньги, создавая качественный продукт. Вот тут вот внимание вопрос, да, как говорят, что где когда, что делать. Вспоминаем два ключевых тезиса, что все турагентства продают одно и то же, по одной и той же цене. Второй тезис, что маржинальность турагентства очень небольшая, то есть там не больше 10%. Соответственно, каким образом выделиться на высококонкурентном рынке, продавая одно и то же, при этом зарабатывая очень маленький день. Не посудите мои слова очень общими, но точнее сказать сложно. Выигрывает тот турагентство, которое точнее знает, чего хочет его клиент. Итак, что поможет вам выиграть на общем фоне у конкурентов? Вы должны понимать, что рынок туристических услуг и спроса на них огромный, даже по украинским меркам. И после кризиса в нашей стране продается путевок на полтора миллиарда долларов. Это при том, что в 2014 году туристический рынок упал на 40%. Несмотря на огромное количество агентств, можно пробовать открывать свое. Клиент найдется. Главное понимать, чем вы сможете завоевать покупателя. Сейчас мы продаем путевок больше, чем кто бы то ни был в этом городе. Чем мы отличаемся? Обычно это называется сервисом. Вот сервис – это ключевая история. Что такое сервис? Это скорость, это внимательность, это четкость. Это умение ответить на вопрос теми словами, которые хочет услышать клиент. Это чистота, это онлайн. Вот сумма вот этих мелких деталей – это преимущество. За что должно нести ответственность турагентство? В первую очередь, перед клиентом. Вот, кстати, это очень важный момент. По законодательству, по закону о туризме и по всем договорам. Ответственность за все, что происходит в туре, несет не турагент, а туроператор. То есть, если туристы не поселили в отель, виноват туроператор. Если там не взлетел самолет, виноват туроператор. Если гид там плохо себя вел, виноват туроператор. Но, как правило, все шишки, конечно же, достаются турагенту, потому что мы на передовой. Ответственность турагента заключается в том, чтобы подобрать идеальный маршрут и выбрать надежного оператора. Ведь в случае непредвиденных обстоятельств отдуваться должна не ваша компания, а туроператор. Однако он не всегда может оперативно реагировать на возникшие проблемы. Вы, как управляющий компании, должны иметь рычаги влияния. Знать, кому из менеджеров туроператора можно позвонить и с кем договориться о решении той или иной трудности. Какие самые популярные маршруты среди украинцев? Каждая вторая путевка, которая продается в Одессе, каждая вторая. Это либо Турция, либо Египет. Дальше идут страны второго эшелона, назовем их так. Летом это Греция, Черногория, в меньшей степени Испания, Италия, Хорватия. Зимой это Эмираты, Шри-Ланка, Таиланд. Я понимаю, что выгоднее, конечно, продавать путешествия подороже. Соответственно, и заработок у вас 10% увеличивается. Выгоднее всего продавать то, что нужно клиенту. Это ключевой тезис. То есть, если клиент заплатит кучу денег, поедет туда, и ему покажется, что это не то, на что я рассчитывал, то он просто не вернется. Все турагенции порядочные зарабатывают на повторных покупках. На самом деле, как любой бизнес, который играет в долгу. Там 70% продаж любого турагентства, который работает давно, это повторные покупатели. Соответственно, вот возвращаемся к первому тезису. Сервис и умение понимать клиента. Если мы его понимаем, он возвращается. Не понимает, не возвращается. Кроме продажи путевок, турагентство может дополнительно зарабатывать на предоставлении услуг визовой поддержке клиенту, записи в консульстве, выборе мобильного оператора за рубежом, оформление международного водительского удостоверения, предоставление услуг страхования, а также брони и покупки авиабилетов. На самом деле список может быть гораздо шире. Все зависит от вашей бизнес-фантазии. Сезонность в этом бизнесе? Очень ярко выраженная. Летом в два раза больше, чем зимой. А в межсезонье весна-осень? В межсезонье нельзя однозначно сказать, потому что, например, весна – это майские праздники, и это самый высокий сезон, который только может быть. Кроме того, в межсезонье, например, март и октябрь – это детские каникулы. И это тоже считается высокий сезон. Поэтому правильнее считать зимнее полугодие и летнее полугодие. Летнее полугодие – это с 1 апреля 6 месяцев, ну и другие 6 месяцев – это зимние. Вот примерно разница между ними в два раза. На сегодняшний день в Одессе насчитывается около 300 туристических агентств. Порог выживаемости новичков невысокий. По статистике, в Одессе каждый год открывается и закрывается от 30 до 50 агентств. Несмотря на кризис и большую конкуренцию на этом рынке, спрос на путешествия упал. Однако Александр утверждает, что украинцы не спешат отказывать себе в удовольствии и попутешествовать. Люди не могут не отдыхать, не могут не путешествовать. Вот эти события 2013-2014 года нам показали, что это очень стабильный, статичный, понятный рынок. Даже в кризис люди продолжают отдыхать. Это плюс для людей, которые хотели бы заниматься туризмом. Но есть минус. У человека должен быть четкий ответ на вопрос, где я возьму 101-х клиентов. Вот если этот человек понимает, где он возьмет 101-х клиентов, ему можно пытаться. В 98% турагентств страны, кроме тех, которые специализируются исключительно на ВИП-путешествиях, средний чек за одну отправку составляет от 1200 до 1400 долларов для городов-миллионников. Следовательно, несложно подсчитать необходимый оборот компании при составлении бизнес-плана, учитывая, что с одного такого заказа фирма может заработать от 7 до 10%. Финансовый порог вхождения в этот бизнес? Очень маленький. Достаточно для того, чтобы открыть турагентство, достаточно купить стол, стул, ноутбук. И можно даже дома работать, условно говоря, если клиенты придут к вам домой. Законодательно нужны только регистрация, условно говоря, СПД и банковская гарантия. Это такой очень простой документ, который делают за один день и за 1000 гривен. То есть можно считать, что барьера никакого нет. Первое время, открыв турагентство, скорее всего, будете одновременно выполнять большинство функций. Однако со временем встанет вопрос о поиске профессиональных менеджеров, хорошо понимающих эту отрасль. Вот тут-то не так все и просто, как оказалось. Любое турагентство проходит, скажем, две стадии в своем развитии. На первой стадии главный вопрос, где взять клиентов, на второй стадии вопрос, где взять сотрудников. Причем вторая проблема сложнее. Почему? Потому что ни для кого не станет секретом, что определяющее значение в том, купит человек путевку в этом турагентстве или в другом, имеет то, с каким профессионалом он работает. И поэтому единственный действенный вариант – это создавать собственную систему обучения, передавать знания из поколения в поколение, готовить, превращать талантливых людей в профессионалов. Вот я верю только в такой способ. Среди прочих проблем начинающий бизнесмен может столкнуться с еще одним вызовом – снижением маржинальности заработка от туроператора. В ближайшем будущем ее могут опустить с 10 до 5%, что, естественно, сделает работу турагентств невыгодной. Александр считает такую работу неликвидной даже при 7%. Перед агентством встает вопрос, как создавать дополнительную ценность для клиента, не получая вознаграждения от туроператора. Например, интересный пример. Я недавно читал интервью ребят из России, которые продают авиабилеты онлайн. И они честно признаются, что у них средняя комиссия от партнеров, ну, в их случае это авиакомпания, ноль. То есть авиакомпании ничего не платят им за продажу билетов. При этом конкурентный рынок настолько, что невозможно описать словами. Авиабилет, опять-таки, это очень стандартизированный продукт, который все продают по одинаковой цене. И они говорят, что у них наибольший удельный вес выручки занимает продажа авиабилетов в кредит. То есть, ну, это совершенно меняет бизнес-модель. Турагентство может зарабатывать дополнительно на создании необычных услуг или туров. Например, полеты на параплане, прыжки с парашютом, организация активного отдыха, заплывы на каяках, проведение квест-игр для туристических групп. Александр считает, что для новичков такой вариант может стать хорошей альтернативой для дополнительного заработка в низкий сезон, а также может послужить созданием положительного имиджа компании и популяризацией ее среди потенциальных клиентов. Итак, внутренний туризм. Может ли агентство зарабатывать на этом? Если коротко, то агентство на внутреннем туризме зарабатывать не может, потому что люди внутри страны очень мобильные, и, скажем так, львовянинам ничего не составляет никакого труда забронировать гостиницу в Одессе, купить билет на поезд и просто приехать. Нет языкового барьера, нет там какого-то денежного барьера и так далее. Вот. Турагентства нужны там, где они могут принести ценность. В том, что касается внутреннего туризма, турагентство ценность приносит, ну, как бы весьма такую относительную. Плюс объем внутреннего туризма гораздо-гораздо-гораздо меньше, чем объем туризма выездного. Вот. Поэтому если агентство найдет какую-то свою очень маленькую узкую нишу, ну, например, там, не знаю, работу с какими-то профсоюзами, которых оно будет отправлять там на Затоку или там, не знаю, в Хоблево там и селить какие-то базы. Но это уже такие менее рыночные вопросы, да, а более административные. Спасибо большое за участие в нашем проекте, развитие вашему бизнесу. Побольше вам довольных клиентов, я говорю это всем. Надеюсь, что наша встреча не последний раз. Мы обязательно еще увидимся. Все. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok